Мы ученики 11 класса Нишфу Мэн города Астана, Айдана, Байсукар и Данеля. Мы хотим изучить проницаемость клеточной мембраны кионом водорода и гидроксид ионом. Вначале готовим две диализные трубки, которые будут играть роль клеточной мембраны. Завязываем ниткой один конец диализной трубки, чтобы получился мешок. Набираем шприцом 15 мл раствора H-хлор соляной кислоты и 5 мл раствора крахмала. Открываем верхний конец мешка и наливаем раствор в него. Сгибаем конец мешка и с помощью зажима плотно закрываем его. Также готовим второй диализный мешок, но вместо раствора H-хлор соляной кислоты наливаем 15 мл раствора натрия OH гидроксида натрия и 5 мл раствора крахмала в мешок. В стакан наливаем раствор люголя. Ставим стакан с раствором люголя на магнитную мешалку. Включаем ее. Устанавливаем датчик PH таким образом, чтобы датчик был полностью погружен в раствор люголя. Включаем SPARC. С помощью датчика PH проверяем PH среды в стакане. После этого в стакан с раствором люголя опускаем первый диализный мешок с раствором ашхлор и крахмала. Уровень PH будет падать, так как ионы водорода из диализного мешка перейдут в раствор, который в стакане, а молекулы йода из раствора люголя перейдут в диализный мешок. Цвет раствора в диализном мешке станет фиолетовым. Через стенку диализного мешка, которую мы взяли как мембрану клетки, проходят ионы водорода. В другой стакан с раствором люголя опускаем второй диализный мешок с раствором натрия, гидроксидом натрия и крахмала. Ставим на магнитную мешалку. Следим за уровнем PH в стакане. Уровень PH будет подниматься, так как гидроксиды ионы из раствора в диализном мешке перейдут в раствор, который в стакане. Интересно, что цвет раствора в диализной трубке не изменится. Таким образом, мы исследовали проницаемость клеточной мембраны кионом водорода и гидроксид ионом. Эта практическая работа показывает диффузию и полупроницаемость клеточной мембраны. Редактор субтитров А.Семкин